Добрый день, уважаемые коллеги. Я тут думал о том, что начну разговорить сначала по поводу нервосохранения, но пришлось на держание мочи, поэтому функциональные результаты два это сейчас, а один это чуть позже. И я начну с истории тоже, но история такая, которая на самом деле созвучна докладу предшествующему Сергею Александровичу Ревы, потому как вы видите здесь, что это 1866 год, и Хенле, он говорил о том, что существует, и писал, не только говорил о том, что существует два сфинктера, один шейки мочевого пузыря, один под предстательной железой, и они, собственно, по-разному участвуют в выдержании мочи как таковых. И, наконец, в это время появилось два термина – наружный и внутренний сфинктер. Причем наружный – это тот, который мы сейчас называем рабдомиосфинктером. Далее, несколькими десятилетиями позже, уже Холь ввел термин урогенитальная диафрагма и показал интеграцию рабдомиосфинктера в урогенитальную диафрагму как таковую. И, наконец, если вы посмотрите буквально на работу Калишера, тремя годами позже появившуюся, здесь очень много интересных моментов, которые говорят о том, что сфинктера на самом деле два. Это сфинктеры, которые, опять же, неравноценны с точки зрения участия в обеспечении пассивного держания мочи. И именно поперечно-полосатая мускулатура сфинктера, рабдомиосфинктера слаба для того, чтобы удерживать мочу. В общем, вещь, которая на самом деле до сих пор имеет некий такой противоречивый, а для меня вопросительный характер, что же удерживает мочу как таковую и почему, собственно, тогда, когда уже на дворе, в общем, 21 век, не его начало даже. Мы иногда путаемся в терминологии. Ну вот, собственно, опять же, у Сергея Александровича звучало паралисосфинктер, который формирует полноценный цилиндр вокруг уретры, тогда, когда рабдомиосфинктер, он имеет форму омеги, то есть он фиксируется внизу, но при этом не до конца замыкает кольцевидно всю уретру как таковую. Ну, на мой взгляд, это, собственно, имеет отношение к пассивной континенции, безусловно, я хотел бы это пояснить все, и пояснить это следующим образом. Вот, собственно, та концепция, которую излагают зачастую, в том числе и в джорналах ирологии, рабдомиосфинктер, он, это сфинктер, который имеет отношение, первое, когда он не обеспечивает замыкание к ретроградной экуляции, когда он адекватно замыкается, он способен удерживать мочу во время экуляции, и это якобы только его роль. На самом деле, именно рабдомиосфинктер, то, что и продемонстрировали работы из клиники МИО, является тем элементом, который удерживает мочу, и это становится понятно для тех, кто более-менее часто делает радикальные простатоктомии. Несмотря на то, что если вы посмотрите даже на современные схемы, вот простенькая схемка, которая говорит о том, что вот есть проксимальная часть внутреннего сфинктера, то, что раньше называлось просто самостоятельно внутренним сфинктером, и являлось как бы проксимальными элементами лица сфинктера, который продолжается практически до апекса. А рабдосфинктер, видите, он расположен там, где расположена баронозная уретра, там он интегрируется в диафрагму, при этом соприкасаясь с дистальной частью внутреннего сфинктера. И таким образом все замыкается именно на вот этом лисосфинктере, который тянется через всю предстательную железу, имеет кольцевидные структуры, окамеляющие уретру, и, вероятно, на мой взгляд, мало участвует в вариантах удержания мочи. Почему? Мы изымаем всю предстательную железу, как бы мы с вами не иссякали шейку, да хоть с пересадкой устьев, если мы разрушим с вами рабдомиосфинктер, пациент не будет держать мочу. А если мы его оставим, он будет держать мочу. Поэтому говорить о, так сказать, доминирующей роли лица сфинктера, ну, по крайней мере, ну, с точки зрения не физиологии, а прикладной хирургической анатомии является, на мой взгляд, не вполне себе пристойно. Если мы с вами посмотрим те концепции, которые предлагаются для того, чтобы восстанавливать удержание мочи после радикальной простатоктомии, они, в общем, расставляют все на свои места, показывая, что именно рабдосфинктер с его внедрениями волокон вплоть до холмика, на самом деле, является тем элементом, который обеспечивает тотальную континенцию после адекватно выполненной радикальной простатоктомии. Да, он имеет, по сути, форму, вот эту омега-форму, да, он фиксируется внизу и, опять же, на сей счет, имея персональное мнение, которое не всегда подтверждено анатомически, но достаточно подтверждено многочисленными оперативными вмешательствами, именно задняя порция фиксации этого сфинктера является ключевым моментом функции удержания мочи как таковым. Если мы посмотрим на многочисленные работы, то увидим, что часть этих работ не имеет никакого отношения к лисосфинктеру, а имеет отношение именно к рабдомиосфинктеру и к объяснению того, насколько он значим в плане удержания мочи при выполнении радикальной простатоктомии. Это, собственно, объясняет и последующие проблемы, которые возникают при, например, дефиците удержания мочи, либо это сфинктерный дефицит, то есть частичное разрушение его, или гипермобильность уретры. Надо сказать, что если мы сейчас отвлечемся от анатомии, мы достаточно много ей посвятили времени, поговорим о том, что радикальная простатка там есть, если мы будем сравнивать с другими методами лечения, на самом деле, самый большой ее изъян – это, в общем, проблема с удержанием мочи, в первую очередь, не сексуальная функция, а именно проблема с удержанием мочи. По крайней мере, эта проблема широко муссируется. Часто ли она случается? Но она случается настолько, насколько опытен хирург, который выполняет эту операцию. На самом деле, вариантов, которые влияют на удержание мочи, опять же, несколько слов в унисон предшествующего выступления, их достаточно много. Если мы посмотрим на предоперационные факторы, вы видите, от возраста до объема предстательной железы, предшествующее вмешательство тоже, естественно, значимое. Интраоперационные факторы, мы их, в общем, более-менее обсудим, но определенно длина уритуральной культи, например, куда более значима, чем доступ, это уж точно. Реконструкция и визуализация шейки мочевого пузыря, реконструкция и значима визуализация в меньшей степени. То есть, опять же, вклад каждого из них сегментарен и неравноценен. Травмы во время операции к чему приводят? Укорочение сфинктера, разрушение слоев сфинктера, осложнение поддержки, ослабление поддержки сфинктера. Все эти вещи, так или иначе, они привносят свой вклад в дело ухудшения удержания мочи после операции. Однако, по сути, все эти дебаты можно свести к двум вещам. Первое – это анатомическое сохранение структурной реконструкции и нервосбережение. Вот, собственно, два момента, которые, по сути, многофункциональны, но их два. И всегда это сводится к адекватной обработке апекса. Это одна из затиральных открытых операций. На самом деле, если мы с вами говорим о восстановлении удержания мочи после радикальной простатоктомии, то именно диссекция апекальной части предстательной железы является ключевым моментом. Сергей Александрович сказал, что его обескуражило то обстоятельство, что сфинктер продолжается практически до семенного холника. Меня это никогда не обескуражило, мы всегда пытались это сохранить. Вот Сергей Борисович, собственно, тоже всегда проповедовал в том же ключе, что на самом деле диссекция апекса всегда должна быть такова, чтобы, ну, с одной стороны, минимизировать позитивные хирургические края, с другой стороны, как можно больше оставить функциональную уретру. Мы это начинали еще тогда, когда, в общем, об МРТ и не мечталось. И работы, собственно, по функциональной длине уретра, измеряемой при МРТ, тоже не было. Ну, и, соответственно, эти работы появились позже, которые показали, что да, функциональная длина уретры – значимая вещь, и еще раз лишь подтвердили те элементы техники, которые, в общем, были интуитивно понятны. Многочисленные швы и техники реконструкции, которые были предложены, ну, одна из самых известных РОКа – 2006, 2007, потом еще 2011. Все это привело к формированию целой концепции по анатомической реконструкции как таковой. Ну, и надо сказать, что сама по себе нервосохраняющая техника, естественно, связана с лучшим удержанием мочи. По крайней мере, есть ряд работ, которые говорят о том, что число удерживающих мочу пациентов в первые полгода после операции, например, если используется нервосохраняющая техника, оно куда больше, чем тех, где не использовалось нервосохранение. Это видно, собственно, и по метаанализам как таковым. Если сравнивать отдельные техники, там, глупароскопия, открытое вмешательство, ну, видно, что, например, часть работ говорит о том, что практически нет различий между лапароскопией, открытой техникой, выдержанием мочи. Некоторые работы говорят о том, что открытая техника демонстрирует преимущество в отношении лапароскопии. На самом деле, опять же, мы неминуемо дрейфуем в сторону доступа как такового. Но здесь надо отметить следующее. Если речь идет о максимальных цифрах удержания, то они где-то в районе выше, чем 90%. И надо сказать, что часть исследования говорит о том, что если мы будем сравнивать доступы как таковые, то в первый год зачастую различий по большому счету нет. Более того, если мы посмотрим на результаты роботоассетированных лапароскопических простаток томей, то вот сравнение – это австралийская работа. Видите, рандомизированные сравнительные исследования, 163 роботические, открытые, и 6, и год, и два отсутствия достоверных различий в отношении мочевой и сексуальной функции. Но мы сейчас только о мочевой. На самом деле, здесь все не так может быть однозначно. Последующие работы говорят как раз о том, что роботическая простатоктомия показывает лучше результаты, по крайней мере, в ранние периоды мочеиспускания. Но действительно результаты, по сути, становятся относительно близки через полгода и через 12 месяцев. То есть, ранняя континенция, безусловно, в пользу робота. Остальные сроки более-менее сопоставимы. И не всегда имеют статистическую разницу. Но обратите внимание на PET-фри-тест. Роботическая простатоктомия – 93 через полгода сухие, лапароскопия – 76 только сухие. Далее, если мы сравним уже открытую роботическую простатоктомию, надо сказать, что вопрос доступа тоже неоднозначен. Он однозначен только в том, что опыт является ключевым моментом. Причем самое интересное, что если хирург опытен в открытой технике, то результаты в роботоссетированной простатоктомии тоже достаточно велики с точки зрения удержания мочи. Это, на самом деле, можно продемонстрировать следующим образом. Сложно сравнивать серии. Один институт предоставляет результаты по поводу того, что открытая техника лучше в удержании, другой говорит о том, что роботическая, безусловно, лучше. Но и собственный опыт, когда ты делаешь и то, и другое. И, в общем, понимаешь преимущество одного доступа над другим, по крайней мере, в собственном исполнении. Что касается радикальной простатоктомии роботической, она установлена также, что она лучше в устранении поздних проблем с мочеиспусканием спустя год и более. Но при этом после 1500 роботических простатоктомий, что, в общем, говорит о том, что эта цифра является, но если не является ключевой, то, по крайней мере, ориентиром, говорящим о том, что, по большому счету, опять же, все имеет отношение прежде всего к опыту хирурга как таковому. Более того, если мы с вами отвлечемся от опыта хирурга, от анатомических структур и их роли в удержании мочи, надо сказать, что время выполнения, одевантная лучевая терапия, стадия опыта, все далее потом будет сказываться в той или иной мере на функции удержания мочи. Ну и есть так называемая модель максимального риска. Чем старше пациент, тем больше индекс этой модели. Местно распространенный процесс, естественно, увеличивает возможность недержания мочи. И, естественно, именно потому, с чего мы начали, потому что практически здесь опекальная диссекция, она выполняется в максимально нещадящем виде как таковом. Ну и последующая дистанционная лучевая терапия может ухудшить существенное удержание мочи. Существует многофакторная концепция континенции, и авторы, вы видите. На самом деле есть целый ряд моментов совершенно конкретных. Это прежде всего емкость мочевого пузыря. Это, собственно, все те моменты, которые обеспечивают адекватную реконструктивную технику, кровоснабжение, длина сфинктера, длительность дренирования мочевого пузыря и, наконец, опять же, возраст пациента. Если мы посмотрим... Я позволю себе и, собственно, здесь сведения нескромно привести. Вот что, собственно, заметили мы, когда мы использовали нервосохраняющую технику, то, по сути, более 90% через год уже не отмечали недержание мочи любой степени. А если это была нервосохраняющая техника, то, вы видите, процент был существенно выше тех, кто был сухой после операции. Ну и далее мы просто посмотрели и сравнили результаты за два года, 12-15, роботической техники и, собственно, открытой техники в исполнении одного хирурга. Вроде как, казалось бы, небольшая разница в недержании мочи через 12 месяцев. Здесь не было пациентов, которые бы имели тяжелую степень недержания мочи. Не потому что мы их исключили. В общем-то, как бы и та, и другая техника достаточно адекватно исполнялись. Немедленное удержание мочи, положительные изменения, надо сказать, что в пользу роботической техники, это определенно. То есть это тогда, когда тотально сухой, сразу после удаления катетера. Достаточно высокие цифры у робота, они оказались, безусловно, выше. И что касается возможных механизмов, ну, это прежде всего, опять же, обращение с Апексом, деликатность, которая позволяет робот из-за визуализации, безусловной. Ну, и надо сказать, что при этом больше, большое внимание, конечно же, мы уделяем новым техникам, которые касаются реконструкции. Ну, и опять же, хочу несколько слов сказать в пользу любого из доступов по поводу того, что результаты лучшие при роботе сопряжены, вероятно, с новыми предложенными техниками, а не с собственным наличием роботической системы, что тоже надо, в общем, принимать, безусловно, внимание. Но это, все-таки, можно пропустить. Это вот те швы ирока, которые я говорил о том, что 2006-й, адаптация к лапароскопической техники, потом 2011-й год, еще, собственно, последний вариант, тот, который предложен нынче в роботическом исполнении. Но надо сказать, что если мы посмотрим на ситуацию, насколько она, насколько она, так сказать, исполняема, по большому счету, я имею в виду не такая тонкая опекальная диссекция, а именно реконструкция, которая требует времени, оказалось, что, например, всего лишь половина хирургов к этой реконструкции обращается постоянно, иногда каждый пятый. Ну, и, то есть, по большому счету, иногда ситуация выглядит так, что, может быть, лишь бы доделать. По разным обстоятельствам, соматический статус пациента, отсутствие его, например, желания сохранить сексуальную функцию, но эти вещи и сохранение сексуальной функции, и удержание мочи, они всегда перемежаются. Если мы посмотрим с вами на рандомизированные контролируемые исследования, что нас, в общем, здесь расстраивает? Первое обстоятельство – их немного. Второе обстоятельство – это рандомизация, она, в общем, налицо, но серии небольшие. Третье – разные возможности хирургические, в том числе и по времени исполнения различных техник. Ну, и эти отклонения сложно учитывать при контролируемых рандомизированных исследованиях как таковых. Опять же, то есть мы не имеем достаточно много исследований на сей счет. Одно из них, вот здесь, это восстановление функции удержания мочи после радикальной простатоктомии. Это возможные предикторы восстановления при выполнении МРТ. Что, собственно, ясно из этой работы? Ясно, что, опять же, длина мембранозной уретры, анатомические соотношения с леваторными мышцами – это значимые факторы при создании прогностической модели. Но при этом, что мы можем сказать по большому счету пациентам? На самом деле, в общем, понятные для нас вещи. Понятные, но не всегда в полной мере воспроизводимые. Окончательная оценка восстановления удержания мочи от года до двух. То есть, на самом деле, все мы ориентируемся на год, а далее предлагаем какие-то моменты, какие-то элементы восстановления, в том числе и хирургического. Но надо помнить, что от года до двух – это тоже тот промежуток, который может улучшить или ухудшить ситуацию, например, если пациент использовал дистанционную лучевую терапию в случае адюванта, ну, в случае рецидива. Робот, не робот, извините, возраст – фактор риска определённо. Ну и вопрос хирургической техники, то есть доступа до сей поры остаётся открытым. Однако, если, опять же, мы посмотрим на мета-анализы, то среди самых старых пациентов частота недержания мочи составляет до 19% в разной степени, как правило, тяжёлый и средний, в сравнении с 6% среди самых молодых. Прирост вероятности недержания мочи на один год примерно 6%. Опять же, это все типы недержания мочи, от лёгкого до, в основном, лёгкие и средние, ну, практически все. Если мы посмотрим на нервосохраняющую технику и зависимость восстановления функции мочи от возраста, то увидим, конечно, что это возрастозависимая ситуация абсолютно, в том числе даже там, где мы с двух сторон сохраняем нервы. Ну, и лечение инконтиненции – вещь известная. Но давайте посмотрим, как относятся пациенты к удержанию мочи. Часть из них мы не знаем, как относятся, они вне наших опросов. Но, тем не менее, примерно 70% пациентов занимаются тренировкой относительно непродолжительное время. 6% сообщают о какой-либо терапии, которая, собственно, реализовывалась по факту недержания мочи. И лишь менее 2% подверглись хирургическому лечению по поводу недержания мочи. Это либо сфинктер, либо слинг. Немного, согласитесь. Поэтому, если говорить о выводах, то можно сказать, что анатомия крайне важна. Нервосбережение – один из таких ключевых элементов, которые позитивно влияют на скорость восстановления и качество удержания мочи. Анатомическая сохранность тоже демонстрирует эффекты в ранние сроки после радикальной простатоктомии. Ну и, собственно, современные методы диагностики позволяют и, наверное, позволят нам в будущем более тщательно относиться к этим вопросам и прогнозировать их в какой-то мере. Потому как эволюция наша, собственно, хирургическая продолжается, несмотря на те печальные два слайда с памятниками, которые нам продемонстрировал Александр Константинович и, что называется, и покинул нас. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Пожалуйста, вопросы. Ну, пока аудитория собирается, Геннадий Иванович, я задам вопрос. Присаживайся. Я задам вопрос. Да, да. Ничего, ничего. Просто, может быть, если в другой части, то тогда... Значит, ну, первый вопрос. Вот мы стараемся сохранить максимальную длину уретра. При этом, как бы, масса источников говорит о том, что достаточно максимальное сохранение уретра может увеличивать число позитивных краев. Все-таки есть рекомендации, что надо отступать один миллиметр как бы от самого максимального возможного сохранения края. Ваши рекомендации, вы как это видите, что значит максимальное сохранение уретры? Рекомендация достаточно простая. Вот эта работа, ее 2004 года, по сути, основополагающая из всего того, что здесь прозвучало. Знакомство с ней позволяет не мудрствуя, лукаво понять, как обращаться с апексом. Потому что, сохраняя центральные элементы уретры и двигаясь к семенному холмику, мы способны вполне обходить латеральные структуры, как бы сохраняя апекс как таковой. И это возможно и в открытой технике, и в роботической. Я более того хочу сказать следующее, что реализуя эти техники, вне зависимости от возможности увеличения, можно говорить о том, что результаты удержания мочи в целом сопоставимы, если следовать этому принципу. Потому что, ну, например, если сравнивать открытую технику и лапароскопическую, и робот, совершенно понятно на сегодня одно. Но нервосохранение у робота, безусловно, лучше. Хоть десятки метаанализов тут можно приводить. Вот по собственному опыту могу сказать, что это сильно отличается. Но, к нашему счастью, вопросы удержания мочи лежат вне этой сферы. Хотя, казалось бы, эти техники взаимоувязаны. Но возможность обработки АПЕКСа позволяет реализовывать замечательные результаты у той же открытой техники, вполне сопоставимой с лапароскопией, с роботом. Но здесь я бы сказал, что или лапароскопия позволяет демонстрировать сопоставимый результат с открытой техникой или роботической. Так, еще вопрос. По поводу влияния индекса массы тела на удержание мочи. Вот в этом аспекте что-то можете сказать? Ну, индекс массы тела – дело такое, волнующее всех, безусловно. Я хочу сказать, что высокий индекс массы тела – это, собственно, целая проблема. Это сложность в выполнении техники. Вот здесь Сергей Александрович приводил примеры по поводу того, что степень лимфодисекции влияет, в том числе и на вопросы удержания мочи, на сексуальную функцию. И, вероятно, это так. И это, безусловно, так. Но наша техника тем менее анатомична, чем более тучен пациент. И это касается всех моментов. Это касается радикальности. То есть онкологического результата это в полной мере касается функции удержания мочи и собственного нервосохранения. То есть мы можем говорить, ну, извините, жирным пациентам, что у него риск надержания мочи достаточно высок. Вы говорите так? Я так не говорю, но нет резона, наверное, лишать человека надежды, с одной стороны, да, и говорить там, что знаешь, вот ты вот здесь, как бы, несколько перекормлен, поэтому вот доля твоя тяжелее. Но, наверное, это неправильно со всех позиций. И я, более того, я хочу сказать, что это увеличивает нагрузку на хирурга. Как он выйдет из этого, это уже, собственно, вопрос-то другой. Вопрос к оперирующему хирургу, скорее, нежели рассказывать больному, как он плох и как хорошо, что он попал к тебе. Еще вопрос. Средняя доля. Ваше мнение в плане влияния большой средней доли на континенцию? Вы знаете, мое мнение, оно, наверное, таково, что средняя доля мало влияет на континенцию. Почему? Потому что, опять же, я начал с того, и я очень рад тому, что Сергей Александрович тот же самый лейтмотив имел и прозвучал у него в выступлении по поводу того, что если вы как угодно вы манипулируете с шейкой, что бы вы с ней не делали, удержание мочи будет всегда хорошим. Поэтому нет резона рассказывать о проксимальных элементах лисосфинктера, которые удерживают мочу. Сохраните рабдомио, сфинктер, обойдитесь с ним деликатно. И тогда неважно, была средняя доля, велика ли она была или нет, в этом нет проблемы. Возможно, тогда, когда вы используете лапароскопическую или роботическую технику, и вы снимаете часть, по сути, слизистой, возможно, это затрудняет последующее наложение анастомоза, безусловно. И могут прорезаться швы, особенно эти барберсючи, то есть вилок. Но при этом это имеет отношение, опять же, к сложностям техники, но не имеет существенного, слава богу, отношения к функции удержания мочи. И еще по поводу влияния нервосохранения. Вот разные авторы, выполняя нервосохраняющие операции, дают разную статистику удержания мочи. Хотя принципиально она должна где-то находиться в близких уровнях. Может быть, мы понимаем, что это вариант хирургической операции нервосохранения. То есть, по вашему мнению, как часто вообще действительно выполняется нервосохранение? Может, это просто хирург говорит, что я нервосохраняю, но на самом деле он их не сохраняет. То есть, я не применительный к вашей технике, а вообще ваше мнение по поводу именно этого этапа операции. Так вопрос-то в чем? В частности, хирурга или во влиянии нервосохранения на удержание мочи? Ну, а халом, как бы, как мы можем оценить, хирург все-таки сохранил нервы или нет? Или он просто пучки какие-то оставил, спадки тканей и говорит, я нервосохранил. И получается, что... Ну, это вопрос достаточно сложный. Он сложный, потому что, ну вот, опять же, лучшая визуализация позволяет говорить о вариантах сохранения как таковых. И есть всегда такой момент, который облегчает нам жизнь. Я имею в виду, ну, тогда, когда ты имеешь дело с локализованным раком и, очевидно, локализованным в одной доле, ты понимаешь, что ты с этой стороны, там, Глисон-6, например, ты можешь сохранять пучки с двух сторон. У тебя все это неплохо получается. Нетучный пациент, замечательный, минимальная кровопотеря. Понятно, что здесь можно смело разговаривать, а главное – смело ожидать восстановления сексуальной функции. Но, опять же, есть ведь техники, о которых я сейчас буду говорить, поэтому я сейчас, может быть, не слишком буду растекаться мыслью по древу. Которые предполагают так называемый инкрементальный характер нервосохранения, когда ты сохраняешь часть пучка. Это слово «инкрементальный» мне, например, позволяет многое объяснять пациентам. Почему? Потому что, ну, между тем, что ты говоришь, ты, собственно, когда ты говоришь перед операцией, ты ожидаешь, равно как и пациенту, он ожидает от тебя многого, ты ожидаешь многого от самого себя. И это не всегда получается. Поэтому, если больно, но есть резон разговаривать с пациентом, что у него вместо двух пучков сохранял, например, один, или один сохранил полностью, второй инкрементальный. И понятно, что его шансы на, так сказать, восстановление сексуальной функции уменьшаются. Насколько это будет перемежаться с функцией удержания мочи – это большой вопрос. Но почему? Потому что нервосохранение – это куда более тонкая и деликатная часть, чем удержание мочи. Но вот, извините за нескромность, но мы не имеем проблем с недержанием мочи. А вот, что касается нервосохранения, это далеко не всегда его можешь обеспечить в силу разных обстоятельств. Ну, в том числе иногда и технических. Ну, это будет вторая часть, это уже будут и вопросы. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос короткий. Вопрос короткий в отношении того, сравнение удержания мочи на пациентах с роботической, после роботической и после открытия вертикальной пациентами. Что происходит у этих пациентов после открытия пациента? Ну, и через 6 месяцев, почему они начинают держать мочи? Почему это происходит сразу после роботической? То есть, грубо говоря, соотношение удержания мочи там 90% и в одной, и во второй группе, но у одних наступает что-то позже. То есть, только какие-то швы рассасываются. Ну, в чем причина, что после открытой это происходит несколько позже? Спасибо. Ясно. Знаете, на самом деле вопрос, которым я задавался, потому что, например, шов от Ван Вельховен, который, собственно, при роботической технике используется, но он, в общем, гораздо грубее, как мне кажется. Может быть, из-за увеличения, чем все то, что ты делаешь руками, демонстрируя открытую технику. Тем не менее, восстановление после роботической простатки действительно лучше. Ну, я имею в виду быстрое восстановление, да, то есть быстрее. Но в итоге через год-то будет не лучше, а такое же, да, или почти такое же. Наверное, все-таки здесь уже значима не глубина накладываемых швов, потому что твоя задача-то только сопоставить, а все-таки предшествующая техника удаления предстательной железы и техника опекальной обработки, которая в роботической технике, ну, при роботическом исполнении реализуется в последнюю очередь. Там нет никакой тракции такой вот существенной, когда ты уже работаешь с апексом. Когда ты делаешь открытую радикальную простатоктомию, там, в общем, тракция такая налицо изначально. Это все связано с нейропроксией какой-то, в какой-то мере нейропроксией. Нейропроксия – такое же красивое, удобное и хорошее слово для всех нас, как и инкрементальная техника. Трабирование там каких-то нервных структур во время открытой. Ну, вероятно. Ну, я еще даю последний вопрос, Евгений Ильич. А вот ваша техника, которую вы выбрали оптимальная для увеличения удержания мальчих пациентов, с удержанием мальчих, вы как делаете? Знаете, ну, на самом деле… Открыто и роботически. Есть ли разница? Открыто и роботически нет. Разницы в удержании мочи нет. Я всегда говорю об этом пациентам. Техника, техника. Ну, техника, естественно, разная. Да, вот рок, шов, рок. Вы знаете, рок-остич я не использую. Да, несмотря на то, что я тут демонстрирую. Здесь ведь у рок-остич, удержание, вернее, континенция через год или через два, она сопоставима с… Но при этом я постоянно экспериментирую. Почему? Потому что есть рок-остич, есть вот эти элементы, когда вовлекают порции мускулеслива от рани. Есть, ну, собственно, разные совершенно подходы. Публикаций на сей счет много. Вот если, опять же, это неподтвержденные данные, это, кстати, такое некое интуитивное наитие. По большому счету, рок-остич нужен при роботической технике или лапароскопической, только для того, чтобы, если что-то случается в послеоперационном периоде, вот у нас сейчас лежит пациент, которому ее две недели назад сделал роботическую радикальную простатоктомию. Пациент с пятью стентами. Ну, и, соответственно, он через две недели, через десять дней, он вернулся к антигагулянтной терапии. Через двое суток, то есть через одиннадцатый день, поступает к нам вот три дня назад, поступает к нам с тапанадой мочевого пузыря. Поступает ночью, как это обычно водится. Дежурная служба, соответственно, ну, катетер уже удален. Пытается поставить катетер, в итоге катетер оказывается по задней стенке под пузырем. Типичная ситуация, ну, если бы это был рок-остич, думаю я, наверное, это бы не случилось в неопытных или в малоопытных руках того, кто дежурит в ночи. Поэтому рок-остич с этой точки зрения, он позволяет несколько больше фиксировать. Насколько он, кстати, как бы целесообразен вот в технике восстановления, удержания мочи, ну, опять же, сравнивая наши результаты, ну, Ренат Уталович много лет работал в клинике, он не застал роботическую часть, но застал открытую. Мы не имели проблем с удержанием мочи, и мы продолжаем их не иметь. Извините, опять же, за нескромность, да. Поэтому вот вопросы техники, мы ее всегда меняли. Каждые 2-3 года что-то вот такое появлялось, то, что влияло на тебя, ты пробовал, что-то получалось хуже, чем год назад, ты возвращался к старому. Поэтому техника в отношении роботической простатками достаточно проста. Это Ван Вельдховен, это Вилок. Элементы поддержки, ну, знаете, вот Андрей Борисович, собственно, мой сотрудник, он всегда вот этот сусменизирующий шов подвешивает к лапку. Ну, подвешивает и подвешивает. Ну, вот сейчас поступил пациент, слава богу, не из нашей клиники, где после подобного подвешивания у него свищ, он, правда, появился после еще и лучевой терапии, причем свищи с шейки мочевого пузыря, в симфиз, и человек страдает от боли. Посмотрели на описание, да, это существует в практике, оказывается, в Боткинской больнице диссертация на сей счет была защищена, потом пара подпетербургских публикаций на сей счет. И так набралось человек шесть, которых мы, так сказать, так внимательно посмотрели. И все, что им предлагалось, это просто ужасные вещи, которые на сегодняшний момент ты и не предложишь пациенту, хотя это и было за последние 12 лет, например. Вот, поэтому здесь, ну, вот в какой-то такой технике, которую бы ты реализовывал и не показывал бы никому, и накрывался бы с головой с чем-нибудь, чтобы никто не увидел ее и нет. Вот, в отношении, то есть тщательность и как минимизация кровопотери. То, что позволяет тебе делать под визуализационным контролем. До встречи! Продолжение следует...